итак начнем делать бисквит для начала подготовим посуду посуда у меня такая вот казан с толстым дном единственный минус этого казана что у него дно поменьше дальше уйдет уже как бы пошире поэтому бисквит получается немножко такой снизу меньше сверху пошире если есть у вас кастрюля с толстым дном ровная то будет очень идеально так смазываем края сливочным маслом дальше сюда же посыпаем муку так чтобы там где масло везде попала мука лишнее убираем вот так вот а на дно я постелю пергаментную бумагу ее я не буду ничем смазывать она у меня и так хорошая если у вас нет пергаментной бумаги тогда на дно тоже смажьте масло и посыпьте мукой все убираем теперь посуду делаем это заранее чтобы как только бисквит мы приготовим сразу же чтобы заливать теперь начнем делать сам бисквит значит разбиваем 4 яйца яйца у меня крупные щепотку соли добавляем буду взбивать 5 минут дальше добавлю сахар постепенно сахар у меня значит 5 столовых ложек на 4 яйца 5 столовых ложек 5 столовых ложек муки с крахмалом вместе то есть 3 ложки муки и 2 ложки крахмала вот так вот друг с другом смешиваем сюда же упаковку разрыхлителя перемешиваем а ванилин добавляем яйца значит 4 яйца щепотку соли ванилин 5 минут буду взбивать добавлю сахар дальше покажу 5 минут взбила добавляю понемножку сахар взбивание не не надо прекращать лучше вот в процессе это все дело сейчас остановилась чтобы из-за шума миксера было слышно что я говорю значит дальше взбиваем постепенно добавляя сахар еще 15 минут в итоге я взбиваю 20 минут это иногда бывает даже 25 ну все прошло у меня 20 минут смотрите вот многие говорят что если миксер оставляет следы ну если провести ложкой то следы если остаются то значит бисквит избит но это иногда бывает обманчиво потому что следы могут остаться а тесто не сбиться поэтому для гарантии 20 минут вот я взбиваю 20 минут и знаю чтобы будет все нормально дальше добавляю муку постепенно конечно и движениями такими вот снизу вверх чтобы вот этот воздух который образовался внутри чтобы он не спал видите тесто через 20 минут оно такое еще и такое густое получается поэтому не ведитесь на то что миксер оставляет следы достаточно то есть 20 минут вот саму эту ложку муки добавили перемешали вот так вот постепенно все муку вводим надо мешать аккуратно но при этом так чтобы увидите когда мешаете видно что вот мука остается вот то вот если оттолкнуть мука остается поэтому не должно оставаться таких комочков вот так вот точно так же можно на сковороде или в кастрюле сделать x тоже поднимается очень хорошо единственное отличие это вот то что вверх не пропекается потому что в духовке то верхние это комфорка есть на плите то нету но бисквит нам на самом деле тесте она и не нужно потому что профессиональный кондитер всегда срезают этот верх корочку чтобы крем впитался поэтому он там и не нужен дальше берем нашу кастрюлю и выливаем все сюда так покрутим чтобы распределилась все равномерно дальше ставим на плиту но пока не включаем накрываем полотенцем еще одним можно одно толстая можно две тонкие можно вообще одно полотенце закрываем крышку так томится плов точно так же и готовится бисквит накрываем все хорошенько я чтобы крышка держалась плотно вот так вот сверху еще накрываю чем-нибудь другой крышкой и включая включаю я на двоечку раньше готовила на единички то есть можно и так конечно готовить если у вас плита сильная то на единицы на самом минимальном у меня плита старенькая слабая поэтому я ставлю на двоечки то есть у меня от 1 до 6 я ставлю на двоечку вот и буду выпекать где-то час 15-20 минут и так прошло у меня час 20 минут я за это время ни разу не открывала и вам не советую ну если уже у вас там сильная плита или есть сомнения что пора открывать тогда раньше часу не открывайте открываем потихоньку услышите звук посмотрите какая красота все пропеклось идеально просто вот все выключаем сейчас буду доставать сейчас достану вам покажу вот видите за счет того что у меня снизу посуда меньше а здесь вот пошире получается вот такой вот размер а если у вас будет ровная посуда получится еще выше вот начало у меня вот здесь за посудой получается 5 5 сантиметров еще насчет чего хотела сказать посмотрите видите как ровно если бисквит пропекается вот так вот ровно он потом не спадет есть у вас процессе даже если в духовке там но здесь на плите то не видно из-за кастрюли закрытой можно если стеклянные кастрюли если если у вас она надувается значит она пропекается неправильно значит что-то вы сделали не неправильно поэтому если она надувается сильно она потом обязательно спадет вот так вот ровно должна пропекаться хороший бисквит должен вот так вот ровно пропекаться все переворачиваем и ставим остывать вот такая вот красота у нас итоге получается сейчас покажу вам разрезе конечно в идеале продержать его несколько часов но у меня сейчас только нет времени она немного остыла я вам покажу порезала конечно не ровно но суть не в этом посмотрите как она пропеклась в общем все идеально ну а у меня все всем приятного аппетита надеюсь вам все понравилось пока пока пока